Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня, как и обычно, у нас концерт двух отделений с антрактом. Первое отделение мы начнем двумя композициями. Я думаю, что мы их исполним без перерыва. Я просто расскажу. Первая композиция называется «Инсомния», что означает «бессонница». В чем ее смысл? Я когда-то написал ее, познакомившись с экспериментами Майлза Дэвиса, которому я очень поклонялся всю свою жизнь. Он одним из первых неожиданно придумал совершенно новый подход к исполнительскому мастерству. Когда джаз дошел уже до предела сложности, когда надо было обыгрывать аккорды, сменявшиеся каждую четверть. Это сделало джаз, в общем-то, искусством для профессионалов скорее. Потому что оценить, насколько правильно и быстро обыгрываются те или иные смены аккордов, могли уже только профессионалы. И вот Майлз Дэвис неожиданно совершенно предложил концепцию играть в одной тональности или в двух. Это, ну, это так называемая ладовая музыка. И когда-то это были, значит, начало 60-х годов, конец 50-х. Это потрясло тогда музыкальный мир, почему вдруг так упростил Майлз Дэвис и привело к тому, что музыканты перестали, те, кто пошел по этому пути, играть сложнейшие выученные заранее пассажи, потому что в таком темпе импровизировать было уже невозможно, а начали действительно сочинять музыку, делая паузы, потому что не ограничил ничего. Ну, одна тональность, потом другая там сменялась. И таким образом это получило такое название, я помню, это были 60-е годы, в то время я работал в кафе «Молодежный» на улице Горького. И мы называли эту музыку «Интеллектуальный джаз». Вот к этому стилю относится моя композиция, которую я написал немножко позднее. Напоминаю, она называется «Инсония». Перейдет она в пьесу одного из гениев джаза, которого звали Орнет Коуман. Он придумал тоже совершенно новую, немножко раньше Майес Дэвиса концепцию, когда вообще отказался от аккордов, отказался от ритма, отказался от квадрата так называемого, отказался от свинга. То есть от всего, что считалось главными признаками джаза. И тогда его, я помню, появилась статья «Анти-джаз». Вот его обвинили все в том, что он вообще разрушил джаз. Но, как ни странно, через год он уже был номинирован на премию Грэмми. А через уже пару десятков лет у него появилось уже несколько поколений поклонников, которые стали играть его музыку, но, правда, иначе. И вот мы вспомним эту пьесу Орн Те Коумана, которая называется «Рэмблинг». Он написал ее в 1959 году, но в конце 70-х сам же со своими поклонниками сыграл ее в совершенно новом стиле, который называется панк-фанк. Вот именно в этом стиле мы и собираем пьесу Орн Те Коумана, которая называется «Рэмблинг», что значит скитание. Ну, а начнем мы с моей композиции «Инсон». АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что он выглядел совсем не как панк его зовут Элвис Костелло если панки вы помните, наверное, эти времена пытались всех шокировать своим внешним видом они небрежно одевались прически были самые идиотские в общем, это было связано, кстати с некими реформами Маргарита Тэтчер которая, спасая британскую экономику ввела такие законы, что вообще как-то все было уважно кроме одного молодежь потеряла возможность вообще куда-то поступить на работу и вот разозленная такая молодежь она дошла до полного нигилизма и они шатались по улицам они где-то пели в подворотнях и в общем, образовалась такая фанк-культура нигилистическая и вот на этом фоне Элвис Костелло выглядел таким, как аристократ он одевался в черный костюм такой пиджетчок в очках но пел песни все равно панковские прошло много лет и совсем недавно я вдруг его нашел в интернете он выпустил пластинку, которая называется мелодь он заслевший, солидный человек он сам наиграл, напел альбом где он состоит из таких, можно сказать, философских песен и музыка там непростая там играет и симфонические оркестры, иногда джазовые музыканты вот, и вот сейчас одна из таких песен прозвучит в исполнении Марка Юсима она называется «Маш, давайте помним вам о ней сон» «На тебе рассказал про ней» Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Аплодисменты, очень конверсационные Семь, чтобы сказать, что ты был сенсационный Редактор субтитров А.Семкин Играет музыка Но тогда я начинаю говорить по-русски Играет музыка А.Семкин А.Семкин There's something indescribable I can't quite catch Let me tell you about the way that she makes me feel And draw the curtain on this thing I shan't really I can't quite see her I can't quite see her Аплодисменты 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 Спасибо. 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 Аплодисменты Мы закончим первое объединение пьесы, которая относится к стилю фанк. Стиль фанк – это музыка, которая пронизила арсенал с самого начала. Что бы мы ни играли, везде присутствовал вот этот стиль, который возник где-то в начале 50-х годов. Это слово само ввел Хоррис Силверд в обиход музыкальный, хотя это был такой жаргонный термин из общения чернокожих обитателей – гетто. Причем, в общем, он носит не совсем даже привычное содержание. Но, несмотря на это, термин фанк стал музыкальным термином, ему посвящены целые тома, книги, исследования и так далее. Вот я написал как-то пьесу, которую посвятил как раз этому стилю. А назвал я эту пьесу так, чтобы было понятно, кому она адресована. Дело в том, что в русском языке есть такое слово «профан». Это мужского рода существительное, а вот женского рода такого существительного нет. Хотя физические лица в юбках существуют, и они тоже вроде как профаны, но их никак нельзя назвать. И вот тут как раз мне и повезло. Я назвал эту композицию «профанка», потому что, когда у меня берут интервью разные молоденькие современные представительницы средств массовой информации с радио, с телевидения, с газет, с журналов. И с первых слов я понимаю, что эта девушка никогда даже не слышала слов «фанк». Это такова особенность современной вот этой всей уже прияды молоденьких музыковедов. Они знают, что есть джаз, есть рок, есть диско, а про фанк вообще ничего не слышали. Итак, послушайте пьесу, которая посвящена как раз этим самым молоденьким специалистам – «профанка». Играет музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА